привет друзья мне очень не хочется раз хоть не очень хочется рассказывать вот то что я рассказываю не очень то мне хочется показываться людям на глаза я хочу уехать и куда-нибудь спрятаться но мой долг донести до вас информацию о которой не знает никто вообще на этой планете земля а если знает то просто не понимает они просто не понимают сути сути того что я рассказываю а я рассказываю о обычных вещах например вот о травах многие думают что это появилась само собой вот они так решают и этим как бы заканчивают но она зеленая потому что фотосинтез там создает кислород создает планетарный все дальше они ничего не думают на самом деле растения не появились случайно их создал даже не один создал а их было двое один который рисовал вот художником был а другой создавал вот растения все растения и все вот эти животные человек все они созданы мы все созданы вот если вы это поймете что мы созданы то мы созданы именно для какой-то цели и почему-то именно такими вот если вы обратите внимание то есть такая закономерность начиная от обыкновенных ящериц от травы до человека и все животные рыбы насекомые у всех есть закономерность все имеют острые вот края острые края стрелы чтобы от них выходила энергия и все вот для чего человек имеет пух собака шерсть человек волосы это чтобы энергия выходила энергия выходила и создавала озон озоновый слой планеты вот и все вы что-нибудь поняли из этого суть то поняли о чем я рассказал вам наверное ничего не поняли просто человек стоит о чем-то рассказывает рассказывает о растениях и рассказывает о том что растения создают озон вот и это же удивительно на самом деле благодаря этому растения растут намного быстрее а человек омолаживается и он до такой степени омолаживается что он уже уже стареть не будет вообще никогда он не только стареть не будет стареть он еще будет омолаживаться потому что энергия которая выходит от волос то есть индуцирует кровь до стволовой клетки а стволовая клетка омолаживает человека то есть происходит новый счет лимита хейфлика то есть организм начинает жить заново все время заново для того чтобы энергия выходила от этих растений нужна нужна нужен изолятор изолятор молнии вот таким изолятором молнии создан этот каменный уголь каменный уголь вот а действующий каменный уголь законсервирован законсервирован и спрятан спрятан глубоко под землей под землей под землей под ледником то есть если произойдет глобальное потепление если вот весь лед весь этот лед уйдет если если она уйдет тогда выйдет каменный уголь и будет создавать вот этот озоновый слой сейчас в мире происходит много катаклизмов вот и все они связаны именно с этим вот с этим а люди они из-за того что они живут очень мало из-за этого они очень злые ну потому что они живут мало вот а а того что я рассказываю люди сути не понимают вот надо понять суть того что я рассказываю это же прекрасно на на самом деле и очень просто и понять ее не так уж сложно вот найдите мне растение хотя бы одно растение которые не имеет вот этих стрел есть конечно грибы круглые вот но все в основном имеют вот такие вот стрелы именно для создания озона а если она круглая например яблоко арбуз они для того и круглые чтобы собирать энергию давать энергию и таким образом входящая и выходящая от них энергия создает разность потенциалов плюс минус то есть она может притягивать себе катион и анионы вот этого водорода гидрокарбоната а вот эти самые анионы и катионы гидрокарбоната появляются из растений когда лес растет сгорает появляются древесные угли энергия молнии распространяется через эти древесные угли замыкает создает водород вот вам все время говорят антиоксиданты 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 это и есть водород обычный водород это и есть антиоксидант просто она сохраняется в гидридах гидрид это то что сохраняет водород то есть то что энергия выходит от человека это создает озон это раз то есть озоновый слой планеты создает сам человек то что мы дышим мы сами создаем то что создает свет мы это сами создаем своими волосами вот еще то что энергия выходит собирает водород водород это антиоксидант а еще энергия которая выходит стимулирует кровь до стволовой клетки и таким образом мы будем жить вечно вот и просто нужно понять понять и это то что мы будем жить вечно и не будем стареть вот например у меня есть омолаживающая аппарат который я сделал на основе этого но ни один человек не хочет как бы использовать этот аппарат чтобы омолодиться или вылечиться например от слепоты или от глухоты таким образом я даже не знаю что и сказать но одно ясно что когда все это поймут люди ну когда люди сами начнут и этого понимать тогда я уже не буду снимать видео я просто спрячусь и не буду выходить на этот на youtube вот так то поэтому я думаю вам нужно именно понять суть суть того что я говорю потому что это это просто и это понятно и это нужно и это достойно внимания нужно не смотреть видео а надо слушать и понимать а